Добрый день! В эфире «Реальное время» и с вами литературный обозреватель Екатерина Петрова. Сегодня у нас нет конкретной темы, зато у нас сегодня есть очень конкретный и очень интересный гость. Это писательница Ольга Птицева. Оля, привет! Привет-привет! Большое спасибо, что пригласили. Мне ужасно приятно. Я тоже безумно рада, что ты пришла, потому что я на протяжении нескольких месяцев с перерывами читала твои книги. И это было большое удовольствие. Спасибо тебе, во-первых, большое за книги. И я считаю, что нужно обязательно с тобой поговорить в целом о твоём творческом пути, о твоих книгах, о том, что происходит сейчас на рынке русскоязычного Янка и Далт. И, в принципе, мне кажется, тебя рада видеть всегда и везде, и это очень здорово. Спасибо тебе большое. Но прежде чем мы начнём, я призываю всех поставить лайк, подписаться на канал и написать что-нибудь приятное в комментариях или поделиться своими впечатлениями от книг Оли Птицевой. Я сегодня поделюсь своими. Слушай, давай начнём с самого начала. Я, когда готовилась к интервью, прочитала немножко про твою биографию, была очень сильно удивлена. Во-первых, я не знала, что ты родилась на Чукотке. Да. Да, и для меня это вообще просто какая-то фантастика. Это абсолютно другой мир и невероятно интересный при этом, потому что я безумно люблю север, я люблю холод. И для меня вот такая погода, особенно в Казани, у нас тут уже несколько дней снегопад такой, что непроходимый просто. И вот эта вот вся снежная зимняя сказка для меня — это большое счастье. Расскажи, пожалуйста, какой был твой путь от девочки из Чукотки до одной из самых ярких русскоязычных писательниц в категории Янка и Далт? Спасибо, спасибо, Катя. Да, я родилась в Чукотке, к тому же это был такой сложный 91-й год, поэтому мы все вот 90-е с родителями, с мамой, с бабушкой, с сестрой провели на крайнем севере. Это был такой маленький-маленький посёлочек в глубине тундры. Он был что-то вроде посёлка золотодобытчиков, который так потихонечку закрывался, и в конце концов мы там остались чуть ли не единственной семьёй с дворовыми собаками. К нам иногда приходили белые медведи. Это, в общем, была какая-то невероятная история. Я так прожила до 10 лет. А потом мы с бабушкой уехали. Можно я тебя прерву? Ты видела белых медведей? Да, господи, да. Это была, знаешь, такая история, когда ты утром просыпаешься, а мама говорит, что в школу сегодня никто не идёт, потому что в посёлок белый медведь пришёл. Они, значит, мусорки рылись периодически, такие гигантские, как маршрутка. И скорее желтоватые, чем белые, право слово. Вот. И потом я переехала вместе с бабушкой в Тульскую область. Закончила там школу, переехала в Москву, закончила университет, потому что у меня юридическое образование. Какое-то время работала в Центральной избирательной комиссии даже. А потом сломала ногу и выпала вообще из жизни. И решила, что нужно пересмотреть, что я хочу. И поняла, что хочу я заниматься творчеством. Вот. Так что с, дай-ка подумать, 2000, наверное, 14-го, 13-го, 14-го года я начала писать книги потихонечку, помаленечку. Совершенно вначале с желанием, что это будет моё увлекательное хобби. Но потом это стало непосредственно работой. Сначала в АСТ, потом в Попкорнбук. Сейчас я ещё и с Полиандрии на Уэйдж начала сотрудничать. И плюс всякие диджитал-сервисы. Короче, это, мне кажется, такой путь, который можно описать немного путёк героя. Когда от неожиданного стука в дверь, перелома кости, до обретения наставников, друзей и некого эликсира, который, мне кажется, сейчас можно назвать мои книжки. А если я ничего не путаю, ты же первые свои произведения опубликовала сама в интернете, выкладывала, и только потом уже пришла в издательство. Ну, там не очень большой был такой период. Первая моя дилогия после огня, такая экологическая притчевая фэнтези, я бы сказала. Сначала, да, я опубликовала на Ватпаде, кажется, а потом достаточно быстро опубликовалась уже в АСТ, где в тот момент начали публиковаться мои подруги, и как-то вот мы заколабились, и вместе начали там издаваться. Вот, но одновременно с этим я еще продолжала, там, где цветет полыни, я тоже выкладывала сначала в интернет-сервисе для самоздата авторов. Мне кажется, что это был хороший путь, потому что в тот момент начал прокачиваться скилл общения с аудиторией, с читателями, и сейчас я это вообще считаю одним из главных своих преимуществ, умения вести открытый диалог с читателем. Да, я тоже заметила, подписана на тебя в Телеграм, и читаю, и смотрю, насколько действительно живое, простое человеческое общение, и это очень здорово. А еще ты ходила, уже когда у тебя вышли, вышло несколько книг, ты пошла на курсы писательского мастерства. Вот мы вроде как бы, мы просто общались еще с Майей Кучерской не так давно, и она очень хорошо объяснила вообще, для чего нужны курсы, и поэтому я не буду сейчас задавать вопрос, можно ли научить или нельзя научить писать. Но когда человек уже выпустил несколько книг, опубликался, он вроде как бы уже все, писатель, настоящий писатель, у него есть книги. Зачем уже писателю, который публикуется, идти на курсы писательского мастерства? У меня, наверное, был в первую очередь запрос на наставника, наставницу. Мне очень хотелось, чтобы именитый автор, которого я читаю, которого я считаю экспертом, посмотрел мои тексты и вообще сказал, что мне с ними делать дальше. У меня было такое ощущение, что я до какого-то момента выросла, и дальше не понимаю, куда расти. И я пошла на курс к Майе Кучерской, я пошла на курс к Ольге Славниковой, к Марине Степновой. И вот вместе на этих нескольких курсах еще к Елене Хелмогоровой. Короче, вот у меня прям такой был пул невероятных женщин, писательниц, редакторок, и это было невероятно, просто невероятно. Какой-то новый мир для меня открылся, потому что у меня нет филологического образования. Я не училась на курсах или в магистратуре писательской. Мне очень хотелось получить вот эту теоретическую базу, на которую бы я смогла опираться. Ну и, конечно, поддержку старших товарищей. И в итоге так и получилось. Это были несколько лет постоянной учебы на самых разных курсах. И я поняла в какой-то момент, что меня очень поддерживает вот эту возможность находиться в писательской среде с другими молодыми писателями. И возможность вообще задавать прямые вопросы другим авторам. И получать ответы, которые можно тут же применить в своем тексте. И надо сказать, что прямо сейчас я тоже учусь. Я пошла на годовой курс литературных практик к своим коллегам. Это очень забавно. Мы с ними вместе на дискуссиях всяких участвуем. Я очень люблю их читать книги. Они читают мои. Но теперь я у них учусь. У Жени Некрасовой, Игана Джабаровой, у Оксаны Восякиной. И стараюсь посмотреть на свою прозу с какой-то новой точки. Мне это ужасно интересно. Не все успеваю, правда, очень такой интенсивный курс. Но получаю большое удовольствие. Я смотрю, ты любишь учиться. Да, наверное. Мне не очень заходила юридическая учеба. И сейчас, мне кажется, добираю какие-то такие штуки. Получаю от этого удовольствие. Но ты же еще сама преподаешь писательское мастерство. Да. Надо сказать, что я сейчас сделала паузу, потому что не очень успеваю. Очень много сил все-таки и времени уходит на работу с начинающими авторами. Это классная работа. Она мне очень нравилась. И я думаю, что я буду это продолжать делать. Но просто сейчас я... Нужно немножко заняться своим уже письмом, своими проектами. Преподавать у нас позвала как раз Майя Кучерская с моими коллегами. Саша Степанова и Мариной Казинаки. И мы потихонечку начали учить Янка Далту. Мне кажется, это были вообще одни из первых курсов, посвященные именно этому направлению литературному. Это было классно. Это какой-то очень важный тоже этап в моем творчестве. Я сейчас тебе буду говорить очень много комплиментов твоему языку. Тому, как ты пишешь. И это действительно очень важно, потому что книг выходит очень много. Выходит разных, интересных. Есть много интересных историй. Но всегда приятно не только прочитать интересные истории, а еще наслаждаться языком. И для меня это очень-очень важно. Поэтому тебе спасибо большое за твои книги и за то, как ты пишешь. Это безумно круто читать. И это приятно смаковать просто. Не хочется, чтобы книжка заканчивалась. И вот я заметила, что у тебя очень плотный текст. В нем очень много деталей. Но при этом они не отягощают, а как будто бы наоборот даже облегчают текст. То есть деталей много, текст плотный, но читается все очень легко. И такой динамичный, воздушный. Вот это кинематографичный, как сейчас любят говорить. Скажи, пожалуйста, какие у тебя отношения с языком? То есть я это называю такой писательской насмотренностью. Термин насмотренность обычно к дизайнерам применяют. Но мне кажется, это очень... Потому что начитанность, это немножко как-то не так звучит, мне кажется. В общем, писательская насмотренность. Да, какая-то немножко другая направленность в слове начитанность. Но в целом, да, я его использую. На самом деле, мне кажется, что очень важно много читать. И много читать разного. Если сам работаешь со словами, если сам писать, пишешь. Я все детство вообще провела с книжками. Я была достаточно одиноким подростком. И меня очень поддерживали книги. Крапивина, Каверина, Макс Фрай. Все-все-все, что я могла найти в нашем небольшом городочке, я активно читала. И это, мне кажется, дало какую-то такую опору текстовую. Ну и сейчас я стараюсь читать своих коллег. Я вообще обожаю прозу 30-летних. Мне кажется, что это сейчас какой-то просто источник сил, смыслов и красоты. Поэтому вот читать, смотреть, наблюдать. Мне кажется, что наблюдательность очень важная. Важный скилл писательский. Наблюдательность и любопытство. Ничего лучше жизни все равно не придумаешь. Мир вокруг такой огромный. И с таким большим количеством деталей и сюжетов. Вот подглядывать, подсматривать, записывать. И переплавлять это все в текст. Вот мое любимое занятие. А если... Тоже такое странное сейчас будет словосочетание слов. Словосочетание слов. Словосочетание. Если, предположим, взять такой референс языковой. Кого бы ты могла назвать? Кто для тебя ориентир? Ой, очень сложно. Наверное, Марина Степнова. Невероятная для меня работа с языком проводит. Ее сад, мне кажется, нужно читать вслух. И просто смаковать каждой фразой. Боже, я, наверное, так и не смогу сейчас еще кого-то так воссоздать. Потому что, наверное, много-много-много самого разного. Чего-то, что-то хочется взять у Сальникова, что-то хочется взять у Славниковой, что-то у Яны Вагнера. И, в общем, все в целом из тех столпов сегодняшней современной русской литературы. И вот это все поднабираешь, как-то через себя преломляешь, и что-то получается. Наверное, вот как-то так. Но сейчас я до сих пор очень много крапивина нахожу в своих текстах. Все-таки, да, то, что в детстве, в юности такой ранней было вложено в сердечко, оно прорастает на протяжении всей жизни. Здорово. Давай сейчас перейдем уже непосредственно к твоим книгам. Вот «Выйди из шкафа». Да. Здесь история молодого человека, который написал роман, опубликовал его, и издательство ему говорит, давай следующий, а он никак не может. И у тебя очень хорошо прописаны взаимоотношения автора и издательства, причем такие очень натянутые. И я когда читала, зная твою историю с АСТ, мне хотелось спросить тебя, это взято из жизни или же это придумано? Ну, это такое хулиганство, да, это было такое хулиганство. Эту книгу я как раз писала, когда потихонечку уже выходила из взаимоотношений и работы с АСТ, где у меня как-то все не сложилось в итоге, в такой жанровой редакции. И, конечно, я подсобирала своих впечатлений, и в некоторых моментах мои коллеги читали и хохотали, и дыкали пальцем и говорили, а, я знаю, где ты это взяла. Это было забавно. Но в целом, наверное, это такой собирательный образ работы с молодым автором, который внезапно выстрелил. И стал таким, простите, бесконечная зимняя болезнь. И стал таким, такой золотой антилопой, что другому не скажешь. И вот из него пытаются, пока он еще на хайпе, как-то вот подвытянуть побольше всего. Одновременно с этим у человека там своя большая, тяжелая, неоднозначная жизнь происходит. И на письмо не хватает ни сил, ни времени, ни души. И вот ты в этом романе поднимаешь темы, которые, наверное, можно сказать... То есть это вот тема идентичности, кризис маскулинности, детские травмы, тема созависимости. И вот как раз поколение, как их сейчас называют, дети 90-х, поколение молодых авторов начали как раз разбирать вот эти темы, которые на самом деле до них не разбирало ни одно поколение. Они появились впервые. И у меня сложилось вот такое вот просто... Ну, как-то тоже наблюдая, грубо говоря, попытаясь выйти из ситуации, наблюдая со стороны, у меня появилось такое ощущение, что вот не только писатели, но и в целом люди поколения предыдущего и вот как раз-таки дети 90-х, между ними невероятно большой разрыв, которого не было ни между одним поколением ранее. Да, я тоже это чувствую. И ты знаешь, мне кажется, возможно, но у меня есть такое предположение, дело в том, что мы какой-то период жизни прожили в достаточной спокойствии, плюс-минус, да, вот эти нулевые, десятые, в которых мы так смогли встать на ноги, они были достаточно плюс-минус спокойные. Я обобщаю, конечно, не без особых таких острых точек, но всё-таки, да, если сравнить с сегодняшним днём. И это как будто бы то время, когда мы смогли позволить себе начать смотреть вглубь, а не постоянно спасать свою жизнь, да, там как-то бороться за какое-то место под солнцем. Возможно, это как раз помогло нам немножко замедлиться и посмотреть. Плюс, мне кажется, что развитие и популяризация психотерапии, вообще психологии, тоже даёт нам точку, через которую можно внутрь посмотреть. Я вообще сама уже, мне кажется, третий год в терапии, и это большая моя опора и большая помощь, в том числе, и в письме. Поэтому этот разрыв я чувствую. И занятно, что как раз на курсе Литпрактик мы изучаем постколониальную литературу, зарубежную и русскую, и феминистическую прозу. И насколько раньше всё это на Западе уже было в точке актуальности. И сейчас до нас вот доходят эти вот размышления, и так нас бурно вызывают на споры, на дискуссии. А понятие новой этики, да, оно уже не новое давным-давно. Это вот для нас что-то такое в новинку, и мы об этом всё пытаемся как-то себя пристроить к этим новым реалиям. Короче, наверное, тут с двух точек. С первой точки в том, что у нас, у русских 30-летних, у 30-летних, живущих в России, давай так, у них появилось какое-то время, за которое нам было более-менее спокойно и безопасно, и мы почувствовали эту опору, с которой можно смотреть и рефлексировать. А другое, что до нас докатилось, докатываются эти волны самые разнообразные, и мы вдруг начинаем в них так бултыхаться, не одновременно с этим, конечно, писать про это книги. Да, я часто говорю, что мы можем думать о судьбе страны тогда, когда у нас забит холодильник. И вообще о судьбе страны, о своей собственной судьбе, и размышлять о великом и высоком, когда есть битком набитый холодильник, и ты знаешь, что тебе не нужно думать о том, чем платить за квартиру и на что купить еду. Да, очень сложно представить, что наши родители в 90-е, пытаясь нас вырастить, выкормить, и не дать нам, не знаю, там, уйти на улицу с концами, могли бы, да, размышлять, а как нам вообще вот в этой своей картине мира встроить себя, как будто бы не было у них на это времени. И поэтому этот разрыв есть, но причины его, мне кажется, сглаживают лично для меня противоборство, в том числе, да, с моими родителями. А вот как ты думаешь, я просто часто размышляю на эту тему, возможно ли вот сократить этот разрыв, и возможно ли вот это понимание между поколениями? Потому что вот сейчас, мне кажется, что это как будто бы два таких совершенно разных полюса, два края, которые просто разговаривают там, ну, условно, каждый слышит валерийский, который он не понимает. Это правда, это правда, я это очень чувствую в своей семье в том числе. Та же психотерапия учит меня точки благожелательности, точки доброты. Вот если ты из благожелательности, из доброты входишь в контакт, то есть шанс сгладить какие-то противоречия, но получается далеко не всегда. Тем более та ситуация, в которой сейчас мы живём, она направлена на поляризацию всех. Мы видим только белое и чёрное, а на самом деле вот в этой серединной сироте есть возможность увидеть друг друга настоящих. К сожалению, это так, но, наверное, вот из какой-то доброты и любви. Только из них. Прекрасно. Это, мне кажется, самое позитивное, что я слышала за последнее время. И смотри, вот ещё одна твоя книга прекрасная. Первая часть диалогии. Да, есть ещё книга, которой у меня здесь нет. Это Брат Болотного края. Да. И что я хотела у тебя пронёска. Там очень... Ну, там тоже прекрасный язык. И там у тебя очень много фольклора. И вот откуда у тебя этот интерес у самой к фольклору? И второй вопрос. Я заметила в последнее время, мне кажется, я не одна, огромный просто рост книг. Это может быть либо фэнтези, либо тот же магический реализм, основанный на славянском фольклоре, на мифологии, на этнической мифологии. И мне вот самой сейчас очень интересно. Я начала приглядываться к книгам, к тому же фэнтези, которые, на самом деле, я не очень любила, вот так скажем. Но сейчас выходит какое-то невероятное количество фэнтези, основанное, я не знаю, на якутской мифологии. Вот недавно я купила книгу на башкирской мифологии. Аул? Да, Аул. Это моя ученица. Ася, да, Ася, это моя ученица. Я безумно горжусь этой книгой. Великолепная работа. Я думаю, что можно ещё раз упомянуть Асю, потому что, на самом деле, я узнала об этой книге от Аси, когда делала подборку нонфикшна. Ася подписана на мой телеграм-канал, и она просто в комментариях так, очень хорошо, я считаю, продвинула свою книгу, потому что она сказала, а вот на нонфике можно будет купить ещё вот такую книгу. И прислала фотографии. Горжусь, горжусь, просто всей душой горжусь. Да, я, на самом деле, потом много кому про неё рассказывала, потому что, ну, во-первых, мне понравилось то, что вот так вот, ну, прямо просто. И действительно, я пошла, я специально искала стенд Волчка, издательство Волчок, и пришла и сказала, мне нужна книга-аул. Купила, и... Она ещё красивая такая, невероятно, очень красивая. И сама книга восхитительная. Безумно горжусь работой Аси, да. Вот. И таких книг появляется много, и мне становится интересно. И вот эту я свою галочку по поводу того, что я такое не читаю, уже давно задвинула, и читаю с огромным удовольствием, получаю большое удовольствие. Что я сегодня? Нормально. Да, да, да. Так вот, как ты думаешь, ну, во-первых, повторю свой вопрос, откуда у тебя интерес к фольклору, и почему в последнее время столько появляется книг, основанных на фольклоре, на мифологии, на легендах? Ну, на самом деле, это же огромный источник сюжетов, образов и фактуры. Просто невероятный. На самом деле фольклор очень отличается от тех сказок, к которым мы привыкли. Фольклор обычно, он отражал реальную жизнь людей. А эта жизнь была очень сложной, тяжелой и порой жестокой. И сам фольклор поэтому достаточно кровавый. Посмотреть на славянский фольклор. Там главная, в общем-то, сюжетная зацепка – это заложенные покойники. Все вот эти болотные твари – это заложенные покойники, люди, которых похоронили неправильно, люди, которых убили, предали, не успели крестить и все такое. Короче, меня это очень вдохновляет, потому что я чувствую с этим большую связь. Вообще очень многое объясняется в укладах современного человека, если посмотреть на то, как и с чего мы выросли. Наверное, это одна из причин, почему я не рассматриваю сейчас вообще эмиграцию, потому что я огромную связь чувствую. Чувствую со своей историей, со своим языком, с вот этим культурным пластом, из которого мы выросли, даже если об этом не думаем, в общем-то. И поэтому, когда я работала над диалогией хроники «Болотного края», мне было, с одной стороны, очень интересно поработать со славянским фольклором, вот этим вот настоящим, кровавым, жестоким и очень поэтичным. А с другой стороны, мне хотелось разобраться и подумать, как формируются вот эти авторитарные закрытые секты, в том числе семейные, когда небольшое комьюнити, небольшая группа людей оказывается в изоляции, по каким-то особым, очень неоднозначным правилам начинают жить, и как быстро люди теряют границы, как быстро мы расчеловечиваемся, если это расчеловечивание, вдруг начинает приниматься обществом как что-то должное. И вот из этого, из вот этих двух моих интересов сложился сюжет магического реализма с основой на славянский фольклор. К сожалению, именно магического реализма с опорой на славянский фольклор не так много. Обычно это уже такое прям фэнтези-фэнтези, и на самом деле оно такое достаточно всегда романтизированное, такое достаточно такое светлое. Воздушное и розовое. Да, воздушное и розовое, какое-то вот такое. И когда читатели берут «Сестера и зерных вод», потому что обложка, так сказать, невероятно манкая, по-другому про нее не скажешь, это американский иллюстратор Кори Брикли, мой любимый, абсолютнейший, он работал со всеми моими книгами, которые были в попкорне. Вот, и когда люди ее берут, они думают, что там такое светлое славянское фэнтези, а там хардкор, и мне очень нравится вот этот контраст, я сама от него тащусь, конечно. Вот, кстати, да, я тебе тоже хочу сказать, что я была приятно удивлена вот этим хардкором, потому что я не люблю тоже розовое, воздушное, мне хочется вот этой всей жести. И в 90-х они такие, да? Да, 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 да. Я вот буквально недавно тоже общалась с Юлей Купор, и я ей рассказывала, что ее новый роман-экземпляр, ну, как бы, он не совсем первый, потому что она до этого писала, просто не публиковалась. Новый роман-экземпляр, он по атмосфере очень похож на сериал Топи, вот где вот это вот все мрачнуха, жесть, вот эта хтонь и так далее. Мне кажется, это вообще прям наше все. Да, 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 это прям ощущение, что вот из-за этого мы, собственно, и появились. Да, да. Вот, и сейчас я хочу тебя спросить про там, где цветет полынь. Книга, по-моему, которая взорвала вообще все, что можно было взорвать. Она сначала выходила, так вот, чтобы видно было, про что я говорю. Она сначала выходила в ЭСТ, потом она выходила в попкорне, вот этот уже финальный вариант. И ты меняла, немного меняла содержание. Да, мы... Произменения. Что изменилось в первой версии, которая была в ЭСТ, и которая в попкорне? Мы с редакторкой Полиной Бояркиной подошли к тексту с тяпкой, по-другому не скажешь. Мы выкорчевывали излишки. Вот чем грешил мой такой начинающий текст, это избыточностью. Вот эта красивость, которую я очень люблю в языке, она была избыточными сами, и нужно было поубирать. Знаешь, когда к существительному три прилагательных, к каждому. Вот почему-то в момент начала работы с текстом, мне казалось, что это здорово, вот это мы убрали. Мы немного поменяли стилистику некоторых моментов, например, записок, которые главные героини находят. Мы сделали их более похожими на такой текст человека в сложном ментальном состоянии. В общем, мы немного поработали с стилистикой, но сам сюжет остался. И когда ты говоришь, что текст так взорвал, то это забавно, потому что когда книга вышла в СТ, там был тираж типа полторы тысячи или две тысячи. И мне сказали, что, к сожалению, книга коммерческий потенциал не имеет. Поэтому как-то вкладываться в ее продвижение мы не будем. Сейчас у книги уже, мне кажется, что-то около 30-40 тысяч экземпляров тиражи. И я, конечно, очень горжусь этим, потому что мне кажется, что я как-то вот сама себе доказала, что все-таки книга хорошая, и история стоит того. Вот. У нас еще, да, теперь есть переиздание с кинообложкой. Да, я видела. И еще я читала в строках повесть Бар Полынь. Я прям все, я все прочитала. Единственное, я не посмотрела сериал пока еще. Я его оставила, потому что... Почему я не посмотрела сериал, кстати? Еще. Упущать, да. Это упущение, но к нему нужно подойти все-таки с мыслью, что это очень по мотивам, очень взятая как бы идея, переработанная на более юную аудиторию. Ага, все понятно теперь. Ну вот, может быть, поэтому... Потому что я сначала прочитала там «Дица идет Полынь», потом я через какое-то время прочитала «Бар Полынь» с перерывами, потому что есть такая большая вероятность, что когда читаешь «Захлёг», потом это как сгущенку тоже можно переесть. Да, 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 есть такое. Вот. Поэтому я, видимо, еще потом решила чуть попозже, я еще посмотрю... Это как десерт. Это же вот, ну, ты просто в какой-то момент ешь, 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 а потом такая, а сейчас мороженое. Да, да, да. Это просто маслица на душу. Все нормировано, это правда. Да. И, слушай, а вот когда вышел сериал по книге, ты почувствовал какое-то увеличение читателей? То есть, смотри, я просто разговаривала сейчас, не вспомню с кем, но мы... А, я разговаривала с генеральным директором «Мифа», и мы обсуждали, насколько экранизации влияют вообще на продажи. И пришли к выводу, что где-то влияют, а где-то не влияют. Это правда, это правда. Я где-то, мне кажется, посередине нахожусь, потому что, с одной стороны, Полынь продает... Ну, это такой лонгсейлер уже, то есть она вышла довольно-таки давно, но одновременно с этим она до сих пор в топах продаж. И это такая очень приятная штука. С другой стороны, такого огромного бума продаж не было, сказать, что мы сразу 100 тысяч продали. Вот такого не было. Но сериал, мне кажется, дал такой хорошей медийности и книге, и мне, потому что это довольно-таки пока еще редкая история, когда русскоязычного автора экранизируют. Обычно у нас такой пул авторов, которых экранизируют, и попасть в них довольно-таки сложно. Поэтому это, конечно, очень приятная история. Но еще это был очень красивый вечер премьеры. В красивом платье, с ощущением бокала игристого в руке. Это было приятно. В общем, это какая-то хорошая история, которая в целом мне помогла немного так в киношный мир попасть. А расскажи, как ты вообще попал? Как случилась эта история с экранизацией? То есть на тебя вышли? Ты сама ходила, я не знаю, на питчинге и рассказывала про свою книгу? Как обычно, я не прикладывала много усилий, как это говорится. Это совершенно случайная история, которая началась еще при первом издании. Рекруты, студии скупали массово права на экранизацию, но с тем, что не факт, что что-то получится, но мы как бы попробуем. И в итоге из этого пула вот только полынь стала сериалом. И когда мне сообщили, что знаешь, вот в итоге все-таки будет проект, я сидела в баре со своим приятелем в Петербурге, и он вышел покурить, и когда вернулся, у меня было лицо, как будто что-то случилось. Это было ковидное время, и я такой, типа, кто-то умер? Я говорю, нет, у меня книгу экранизируют. В общем, это была какая-то история неожиданности, потому что это как положил семечко и забыл про него, и оно вдруг стало роскошным кустом. Никаких усилий не прикладывало, просто вот так сложилось. Вот иногда просто в чем-то везет, и вот повезло. Ну, это прекрасно, мне кажется. Всем бы так везло. И я еще прочитала у, по-моему, Максима Мамлыги в его рассылке от Билли, что для тебя эта книга любимая среди твоих написанных. Верно ли это? И расскажи, почему любимая? Мне кажется, что именно в этой книге я какой-то свой авторский голос обрела. И очень долгий путь у нас с этой книжкой. То есть она писалась в 2017 году, сейчас 24-й, и она еще актуальна. Это какая-то неожиданная история, конечно, для русского автора. Поэтому она как-то ближе всего у меня в сердце. И Ульяна, и все герои. А сейчас я уже готовлю к выходу приквел. Полыни, мальчик, который не смог, мы с попкорнами решили рассказать историю Рэма более так пристально. Класс. И у тебя буквально на днях пришла из типографии новая книга «203 день зимы». Да, покажи, потому что у меня ее нет. Чуть-чуть, да, вот, спасибо. Я буду стоять так, да? Расскажи, о чем эта книга, и почему ты ее выпустила в поляндре, а не в попкорне? Боже, этот вопрос мне задают с надеждой или с опасением услышать какую-то скандальную историю, но на самом деле нет. Я такой литературный полиамор. Я люблю работать с разными издательствами, с разными платформами. Мне кажется, что у каждой книги, по крайней мере, у каждой моей книги, какой-то особый характер и особая судьба. И это нормально издаваться в разных издательствах, поэтому с попкорнами мы продолжаем любить друг друга невероятно. Но вот сейчас у меня, да, опыт с поляндреей, и он очень приятный. Это «Антиутопия». Это «Ноу Эйдж». Господи, «Нью Эйдж», «Нью Эдалт». Все, все, Олю можно выначитать. Это «Нью Эдалт». Есть «Янг Эдалт», а есть «Нью Эдалт». «Нью Эдалт» — это такая более взрослая история, где главные герои находятся в более сложных переживаниях, таких бытовых и рефлексирующих, чем герой «Янг Эдалт». Это уже 25-35, а не 16-25. И это история о стране, в которой объявили вечную зиму и признали весну ненадежной экстремистской организации чем-то, что сильно тревожит и сильно рушит традиционные ценности. И, в общем, главная героиня не смогла уехать из этой страны, потому что она биолог, занимается морозоустойчивыми растениями. И, собственно, перед ней оказывается выбор как-то бороться с сложившимися обстоятельствами или тихонечко сидеть и ждать, что ее все-таки вывезут ее друзья, которые находятся по другую сторону границы. Вот такая история. Мне кажется, что она про сильных молодых женщин, про надежду и про ирисы и нарциссы, которые цветут через снег, несмотря на самые страшные условия. Вот про это. Я правильно понимаю, что это осмысление последних двух лет нашей жизни? Для меня это история того, как находиться в Оке-Буре. И для меня это история того, что это оставаться, когда близкие уезжают. И для меня это история сохранения надежды, света, тепла и любви, когда вокруг все кричит только о смерти и безнадежности. Так что, наверное, это художественное переосмысление моего опыта и такого коллективного опыта, тех же 30-летних, о которых мы сегодня с тобой так много говорим. Да, ну, я думаю, вот по всему, что ты говоришь, и что для тебя эта книга, мне хотелось сказать, да-да, и про меня тоже вот такое. Да. Так что я думаю, что все, кто находится в какой-то похожей эмоциональной ситуации, стоит прочитать и соотнести, похоже это на то, что мы испытываем, или не похоже. Да, и я хочу еще одну секундочку рассказать про обложку, потому что книга оформлена просто невероятно. Здесь моя фотография на самом деле, фотографини Яны Булгаковой, и вот ребятки из Поляндри решили, что это хорошая идея, и мне безумно нравится, как это получилось. Но самое главное, что у этой книги голый корешок. Мы решили, что это выглядит круто, как позвоночник. Вот, нам это ужасно понравилось, поэтому вот она очень приятно лежит в руке. Я вам всячески советую ее поддержать при возможности. Да, и я поддерживаю про поддержать. Смотри, я увидела в твоей истории такую закольцованную ситуацию. Ты сначала публиковалась в ВСТ, с которым у тебя не сложились отношения. Потом ты нашла замечательный попкорн-букс, с которым все вообще суперпрекрасно. И происходит такая ситуация, что Эксмо покупает попкорн-букс, и ты попадаешь обратно в холдинг Эксмо АСТ. Что для тебя вообще изменилось после покупки попкорн-букса? И как ты вообще относишься? То есть как для тебя вот эта ситуация? Как ты себя в ней видишь? Ощущаешь? Мне было очень больно и очень обидно и очень страшно за попкорнов, потому что это очень близкие мне люди. Между нами за эти годы сложились крепкие дружеские отношения. То есть кроме того, что мы работаем вместе, мы еще очень близкие люди. И поэтому мне было очень страшно, и я в восторге от того, как они держатся, и насколько не поменялась редакционная политика, несмотря на то, что стать частью монополии, частью гиганта такого холдинга, это такая история про стирание границ редакции и какой-то общей политики. Этого не произошло, и, наверное, спасибо за это, в том числе и Ксмо тоже, потому что они обещали в процессе слияния, поглощения, что не будет изменена редакционная политика. Это правда. Ребята держатся, ребята работают, ребята очень честные и очень преданные своим ценностям и своей аудитории, поэтому мне скорее было грустно и обидно, что это происходит, чем было ощущение, что снова надо бежать. Но, конечно, мы очень смеялись, что куда ни беги в русском книжном мире, все равно окажешься в руках Аиста и Ксмо. Вот. Но пока я только, наверное, чувствую удлинение процессов юридических, оформление бумаг, выплаты роялти и прочего, потому что Ксмо такая большая махина финансово-экономическая, юридическая, в которую, конечно, строиться сложно, и все, сроки увеличиваются, но в целом мы работали как работаем. Вот. Но мне так было важно, что мы маленькие, независимые, конечно, я грущу по этому поводу. И вопрос, который я не всегда задаю, но который мне безумно интересен. Тем более я в своей жизни встречала, ну, ты, пожалуй, второй автор, который зарабатывает писательством. Я не беру сейчас там, ну, условно, Пелевина или еще кого-нибудь. Да. Я беру вот как бы в схожей весовой категории. И это возможно? Как оказалось, это возможно, но нужно будет приложить очень много усилий и потратить очень много времени. И быть суперэнергичным человеком, который берет все, что предлагают, и со всем работает. Мне кажется, что зарабатывать так, чтобы я говорила, что я зарабатываю только писательством, и мне этого хватает, у меня получилось года три или четыре назад. До этого все время меня очень поддерживают. Мой муж, и он как-то, когда я начала заниматься писательством, сказал, что да, окей, давай ты будешь заниматься тем, о чем мечтаешь. И я финансово так за него держусь. Вот буквально три, наверное, года, когда я такая, о, окей, я зарабатываю достаточно. Но надо сказать, что это не только прям выход книг и роялти, это еще всякие окололитературные проекты, в том числе и киношные, когда начинаешь работать в смежных сферах. Но я тоже считаю это творческой работой, поэтому да, мне, в общем-то, сейчас хватает моего писательского труда. Плюс, наверное, появление на нашей сцене digital platform, bookmates, строки, Littress, которые за оригинальный контент платят какие-то совершенно новые для книжного мира деньги. Так, 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 это интересно, это интересно. Да, это правда, это правда. У digital сервисов намного больше бюджета. Слушай, ну, мне кажется, наверное, там есть какие-то по контракте... Индия, я не могу назвать цифры, да, да, к сожалению. А ты можешь сказать там, грубо говоря, там, в пять раз больше, чем обычно платят за книгу, примерно? Ну, смотри, начинающему автору за книжку платят, дай бог, 50 тысяч. 50-60 тысяч. Вот. Автору уже более устойчивому, да, но могут платить, там, 150-200 тысяч, да? А платформы платят в... Ну, в пять раз в том числе, в два, в три раза точно. Вот. Смотря какой проект и как договоритесь, вот, но в целом платформы платят больше, чем книжное издательство, просто потому, что у платформы есть деньги. Это прекрасно. И это раскачивает и книжные, издательские проекты тоже, потому что, как бы, нужно уже конкурировать. И вот, оказывается, ну, вот последний год у меня есть агентка, которая этим занимается, вот, от моего имени. Я в итоге вот только, как бы, там, подписываю, что нужно. Я себя чувствую намного более увереннее, конечно, с ее появлением в моей жизни. Это прекрасно. В прошлый наш выпуск мы общались с Виктором Лукьяновым из издательства «Синбад» по поводу миллениальной прозы. И говорили о том, что вот у нас много автофикшена, много янг и далт-литературы, но именно имеется в виду русскоязычных авторов. Но почему-то авторов миллениальной прозы, которые бы так и сказали, я вот пишу миллениальный роман, таких, ну, мы вспомнили на самом деле только Илью Мамаева Найлза, и все. И вот Виктор сказал, что ну, в принципе, в принципе, к миллениальной прозе можно отнести еще Женю Некрасову и Олю Птицеву. Но при этом тебя везде позиционируют именно как автор Янка Далт. Вот в чем для тебя разница между двумя этими литературными направлениями и где ты себя видишь, и можешь ли ты сама себя назвать, в том числе автором миллениальной прозы? Ну, я вот сейчас, пока тебя слушала, еще Афю Володину вспомнила, Веру Богданову. Вот. Это, мне кажется, миллениальская проза. Вот. Ну, наверное... А еще я сейчас, да, начинаю вспоминать. Сейчас вышло издательство Машмалау Букс, и мне кажется, что кроме Янка Далта там еще и миллениальская, да, просто 30-летняя тоже присутствует. Мне кажется, ну, по внутренним ощущениям, Янка Далта, он такой огромный долгое время был, от 16 до 35 лет, да, где-то вот так вот. Это время, когда мы не знаем, кем будем, когда вырастем. Вот я до сих пор не знаю, кем я буду, когда вырасту, вот я себя этим успокаиваю. А миллениальская проза это как будто бы разделение Янка Далта на юное, раннее и на постарше. Да, вот я сейчас вспомнила Света Павлова «Голод», недавно вышел роман. Мне кажется, что это тоже такая проза 30-летняя. Вот. И в целом в 30 у нас проблемы чуть отличаются от проблемы в 16. Ну, то есть, если в 16 ты, кроме того, что ищешь себя, еще пытаешься сепарироваться от родителей, то в 30, кроме того, что ты ищешь себя, ты еще переживаешь, как тебе за ЖКХ заплатить и, в общем-то, сходить на чек-ап к терапевту было бы здорово. Вот примерно так я вижу эту разницу и, наверное, «203 день зимы» для меня это проза 30-летних. Это миллениальская проза, а там, где цветет полынь, это Янка Далт. Вот какое-то такое у меня ощущение. Вот, да, я тоже как раз хотела сказать, что «203 день зимы» это вот, скорее всего, ближе как раз-таки к миллениалам. Можешь ли ты поделиться с еще какими-то своими планами, над чем ты сейчас работаешь, что скоро можно будет ждать уже? Ну, кроме того, что вот сейчас вышла первая, «203 день зимы» это дилогия, вот сейчас вышла первая книга, я работаю над второй. Мы надеемся к «Осеннему нонфику» выпустить вторую, вот, чтобы не было большого разрыва, потому что первая книга заканчивается, да, прям на крючке с именем. Если это будет таким спойлером, она заканчивается фразой «Вставай, у нас с тобой еще много работы». Вот. И поэтому я, да, я активно работаю над второй частью, а правильность с этим мы с попкорнами работаем над выходом приквела «Полыни». И вместе с сервисом Bookmade мы готовим тоже небольшой релиз. Я надеюсь, что весной он будет. И я так вот тоже так в предвкушении. это некоторое изменение формата той книги, которая у меня уже выходила, «Края чудес» про Ховринскую заброшенную больницу, вот, в издательстве «Клевер». И вот сейчас мы, конечно, работаем над некоторой переработкой его, переформатированием под другой формат. Я тоже сегодня разговариваю о тевтологии, что поделаешь. Вот. Поэтому работы много, и у меня еще вот несколько киношных проектов, где я тоже так немного помогаю с созданием сюжета и сценария. Короче, много-много всего. Здорово. Слушай, ну, будем ждать, потому что мне очень интересно. Я теперь с таким удовольствием жду выхода твоих книг, и когда я увидела у Поляндрии еще в релизе, я думаю, ого, ого. Да, 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 да. Причем это все мне очень нравится, что ты еще пишешь в разных жанрах, и о разном именно в плане содержания. То есть это то вот фольклор, то магический реализм, то антиутопия. Это прекрасно. Прямо такое разнообразие. Не соскучишься с тобой. Не соскучишься в процессе работы. Мне кажется, что если бы я прям на каком-то одном жанре сидела, то я бы вот заскучала, потому что все-таки это такая круглосуточная работа. Писательство — это именно вот такая техническая работа во многом. Здорово. Спасибо тебе большое, что пришла к нам. Спасибо, что рассказала, поделилась. Мне было безумно интересно. Я очень рада, что мы с тобой встретились и пообщались. Я тоже, я тоже. Спасибо большое. Да, я надеюсь, что мы встретимся лично где-нибудь, я не знаю, на Нонфике или приезжай к нам в Казань. Да, я очень хочу приехать в Казань, и мы в процессе. Сейчас у меня южный тур. Я еду по югу России, Краснодар, Ростов, Волгоград, Уфа еще у меня там будет. Вот. А потом я думаю, что нужно к вам съездить. Я вообще мечтаю к вам приехать. У вас красиво и вкусно, мне подходит. Да, у нас красиво и вкусно, и мы тебя накормим и покажем всю красоту. Да, супер. Спасибо большое. Всё, будем ждать тебя в гости. Спасибо тебе большое. Спасибо всем, кто смотрел. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok